Всем снова привет! Я сегодня пришла к вам с видео о покупках. Эти покупки совершались уже, наверное, на протяжении двух, а то и трех месяцев, поэтому их очень много. Если вам интересно, что же я такое приобрела, то запасайтесь обязательно чем-нибудь также вкусным, устраивайтесь поудобнее. Ну, начну по традиции с волос, как-то я люблю больше так начинать. Я приобретала все-таки вот этот шампунь. У меня был до этого фибрология. Взяла я вот такой вот, как это называется, укрепляющий шампунь Сила Аргинина Х3. В общем, я его попробовала. Промывает он, по-моему, мне кажется, так же, как и шампунь из серии фибрология, но запах мне у этого шампуня нравится не так сильно, как у фибрологии. Но волосы не пересушивает, промывает кожу головы, ничего плохого этот шампунь не делает с волосами. Честно, фибрологию серию могу рекомендовать, но вот эту вот как-то, не знаю, она меня не впечатлила и совсем даже как-то нет какого-то удовольствия при использовании. Ну и еще я купила себе, так как я уезжаю, соответственно, купила очередную зубную щетку. Решила попробовать от лесного бальзама Эксперт для зубов и десен. Здесь максимальный комфорт при чистке зубов. Наверное, тоже с мягкой щетиной. Я точно не знаю, еще не пробовала. Она у меня запечатанная. Я ее распечатаю только, когда приеду уже на место. И еще я приобрела давний свой любимчик один. Это бальзам для губ от Нивея Pure & Nature серия молоко и мед. Это был раньше мой любимый бальзам. Именно в стиках. И он таким и остается для меня. Его здесь большое количество. Получится 5,5 мл. 4,8 грамма. Я вообще его обожала. Сейчас буду, я думаю, также его использовать и восхищаться им. Взяла на переменку, потому что масла уже как-то поднадоели. Потому что одна и та же текстура все время. Одни и те же запахи, которые я уже знаю. А это что-то новенькое, давно забытое, старенькое. Вот буду пользоваться и радоваться. Также я еще зашла в Эвроше. И именно за вот таким вот бальзамом. Потому что все его хвалят. Все о нем говорят. И мне было интересно его попробовать. Это бальзам Био. Здесь 10 мл. Тюбик удобный. Кто-то сравнивает его с Carmex. Кто-то сравнивает его с Blistex. Либо с Nivea, который с SOS идет. Честно сказать, мне вот он напомнил чем-то чуть-чуть Carmex. Чем-то чуть-чуть вот именно Nivea вот этот бальзам SOS. Что-то такое есть. Холодящего эффекта и покалывания я не заметила на своих губах. Но вот именно привкус, именно сама консистенция такая. Вот именно само нанесение и само действие. Вот что-то похожее есть. Но этот бальзам по действию лучше, чем Carmex. Carmex, опять же, это такая вот скорая помощь тоже. Но этот, его можно использовать и как на ночь, и в течение дня всего, и на улице, и где угодно вы его можете обновить. Он такой довольно-таки жирненький. Действительно питает губы. Потому что я его пробовала на ночь и мне очень понравилось. Могу посоветовать. Мне понравился. Я буду пользоваться им и дальше. Также я прошлась по маслам. Первое, что показываю, это натуральное косметическое масло 100% авокадо. Это незнакомая для меня немецкая какая-то фирма. Вот так вот она читается. Не буду коверкать название. Это масло авокадо. Если я не сказала, я не помню. Я никогда еще не пробовала масло авокадо. Вот хочу попробовать и посмотреть, подойдет оно мне или нет. Кстати, я прочитала, что это масло имеет свойство забивать поры иногда. Поэтому я его буду, наверное, в качестве маски использовать. Я, конечно, буду тестировать его еще и на ночь. Но у меня есть, в принципе, другие масла. Поэтому, наверное, буду его использовать как маску. Также я зашла, опять же, в магазин, где продают уходовые средства от Спивак, Олеси Мустаевой, еще там всякие разные фирмы. И прикупила два тюбика масла, которое называется Сливовые Косточки. Я от него в восторге. Девочки, это масло, которое я хочу вам посоветовать. Присмотритесь к нему, обязательно приобретите. Стоит это масло очень бюджетно, вообще сущие копейки, я считаю, для его действия. Масло это от фирмы Спивак. Называется, еще раз повторюсь, Сливовые Косточки. Нарисована такая сливка. И здесь 10 мл. Стоит оно 200 рублей. И что немаловажно, это натуральное масло сливовых косточек, холодного прессования. Вот что самое главное, это не такое масло для лица, как вот это. Это обычное косметическое масло. А это масло специального такого отжима. Оно идет немножко такой суховатой текстуры. Похожее масло очень на вот это вот Clorans масло. Потом на лореалевское масло тоже для лица. Очень похоже, но по действию мне нравится намного больше. Я просто от него в восторге. Только одно но, его запах. Я, конечно, от него балдею. Но запах очень ярко выражен. Вот этих вот косточек. И в перемешку сливы такой кисло-сладкой. Он для меня очень приятен. Но некоторые люди, которые не любят такие ядреные запахи, именно вообще может быть запахи какие-нибудь в косметике, я, конечно, тогда вам не советую. Потому что запах ярко выражен. И он остается довольно-таки надолго на коже. Допустим, час это, наверное, максимум. Может, полчаса где-то так. Я не засекала точно время, но остается надолго. Бывает, что я хожу по квартире после его использования и чувствую вот эти отголоски этого аромата. И я выбрасываю вот эти вот упаковки, потому что они занимают много места. Я перелила в одно вот такое вот с лориалевского масла. И это очень удобно, потому что я хотела сначала использовать именно вот в такой упаковке. Здесь есть такой вот дозатор, горлышко такое, но неудобно было. Очень долго стекают эти капли. А если открывать вот эту штуку, то ты весь в масле. В общем, это не очень практично. Ну и также я решила познакомиться с новой маркой. Это Чоколате. Не знаю, кто-то знаком вообще с этой маркой или нет. Я решила прикупить масло-бальзам целительное для поврежденной и проблемной кожи. Смесь целебных масел с экстрактами, витаминами и эфирными маслами. Это масло идет тоже для лица. Оно удобно в использовании, потому что есть дозатор. Я его уже протестировала на руке. Оно очень хорошо смягчает кожу. Очень похоже по действию на вот это вот масло, но запах у него меня отталкивает, если честно. Оно пахнет тоже очень лавровым листом для меня, какими-то вот этими травками, муравками. Лаванду я чувствую здесь. Честно, меня не слишком привлекает этот запах, но благо он быстро выветривается. Я этим бальзамом буду пользоваться в такое более теплое время. Может быть на ночь, может быть в течение дня. Буду тестировать и дальше вам, может быть в пустых баночках, может быть во влоге где-нибудь, а может быть и в фаворитах расскажу обязательно. Также я говорила, что я приобрела вот этот мой любимый консилер от Maybelline Better Skin во втором оттенке. Вот он у меня новенький, я им еще не пользовалась. У меня заканчивается практически предыдущий тюбик и вот буду использовать новый тюбик. Также я решила попробовать вот такую вещь от Divash. Это такая, как сказать, силиконовая губка, можно так сказать, наверное, да, которую используют на лицо. Она имеет такие вот, не знаю, как показать, щетинки разные. Есть шариками такая вот щетина и такими ворсинками. Это обычная такая, как губка, щетка для лица. Я ее попробовала, мне не понравилось. Мне кажется, она вообще ничего не очищает, ничего не вычищает, ничего не смывает абсолютно. Так что я приноровилась, знаете что, ее использовать для мытья кистей. Очень хорошо об нее мыть кисти. Вот для кистей супер, для лица это просто жесть какая-то. И что я приобрела тоже еще в Revgosh, это спонж, вот этот вот Makeup Blender, который спонж для макияжа, двойного действия, без латекса. 350 рублей он мне обошелся, я его уже использовала. Но, честно сказать, этот спонж не увеличивается в размерах. Этот спонж особо тоже не намокает, так как, допустим, мой спонж предыдущий от Ariflame. И этот спонж, он очень жесткий. Мне он, честно, не понравился. Хотя я помню, что от Ariflame мне тоже поначалу не понравился. Он тоже мне показался тогда грубоватым, но потом он как-то со временем размягчился, потому что я его использовала все чаще, чаще, чаще. Надеюсь, что этот тоже размягчится, но берут меня сомнения. Хочу сделать тоже видеосравнение. Не знаю, интересно вам это или нет. Именно таких бюджетных спонжей. Какие стоят брать, какие не стоят. Потому что я не могу пока раскошелиться на оригинальную версию. Ну и также хочу показать вам мое разочарование. Это кристалл. Я наслышана про кристаллы дезодоранты. И многим они нравятся. Особенно вот такая вот фирма. Но именно этот кристалл я не поняла абсолютно. Мало того, что я купила большую версию. Потому что маленькая, она неудобна. Она может поломаться в любой момент. Но мне не понравилось. Мне не подошло. Я пользовалась как женщина в магазине. Мне сказала одна, что я пользовалась им неправильно. И что ей помогает. А мне, видите ли, не помогает. Хотя я молодая. Причем здесь молодость. Я вообще не понимаю. Потливость у всех разная. Организм у всех разный. Мало того, что от мокроты не спасает. Я это терпела. Так еще и запах появляется через время. Понятное дело, что нужно мыться. И все такое. Но если я утром его наношу. И в течение дня я просто ношусь как угорелая. По всяким инстанциям. Либо по всяким каким-нибудь делам. Не важно. То в конце дня, ближе к пяти часам, я прихожу домой. А бывает даже и в три часа дня, и в час я могу прийти домой. И от меня просто воняет как от мужика. Мне не нравится. Я не советую именно вот такой. И вот эту фирму также не могу посоветовать. Но то, что мне понравилось, то, что я приобрела, это не экологичный такой, не щадящий дезодорант. Я как-то давно у Никоко видела. Она как-то советовала вот такой вот бальзам от Секрет. Его в Идеи продают. И она говорила, что это самый лучший дезодорант, который только она пробовала. Я его попробовала. Действительно, он хорошо защищает, во-первых, от пота. Мокроты вообще практически никакой нет. Ну, понятно, сейчас зима, все как бы. Но честно, я даже зимой вот этим пользовалась. И эффектов абсолютно никакого. Он ничего не делает. Так же вонь, так же мокрота. Вот этот защищает хорошо. Нет никакой мокроты, ничего. И запаха нет. Да, со временем, конечно, он может появиться, если прошло там 12-14 часов. Но его можно обновить. В то время, как этот, даже если вы его обновляете, он все равно ничего не делает. Так же хочу показать вам средства для интимной гигиены. Вот такой вот фирмы. Я не знаю, как она произносится. Продаются они в Магните, в Идеи, я знаю. И, по-моему, еще в Окея, если я не ошибаюсь. Это обычное жидкое мыло для интимной гигиены. Я решила его просто попробовать как-то после лактоцит. Мне захотелось чего-то новенького. Попробовала. В принципе, неплохое средство. Запах у него, знаете, такой вот цветочный. Но он не навязчивый. Суперская вещь. Бюджетная. Мне очень нравится. Буду, конечно, пробовать еще что-то другое. Он содержит СЛС, он не натуральный идет и не такой щадящий, как лактоцит. Но хотелось что-то попробовать. Зуда никакого у меня не вызывал дискомфорта тоже. Только одно ощущение чистоты. Мне понравился. Также, что я приобретала, это вот такую вот вещь. Крем для депиляции. Как вы видите, я им воспользовалась. Осталось у меня чуть-чуть. Для области подмышек хочу попробовать, поможет или нет. Здесь 135 мл. Я думала, этого тюбика мне хватит хотя бы на два раза. Но мне хватило вот на ноги и на область паха. Поэтому это как-то неэкономично. Стоило это средство 450 рублей. Я считаю, экономичнее купить какой-нибудь депилятор. Либо пользоваться бритвой. Потому что у меня грубые жесткие волосы. В общем, мне это средство абсолютно не помогло. Удалила волосы, но где-то на 50%. Вот именно на ногах. В области паха абсолютно ничего не удалила. Потому что волосы у меня грубые. Если у вас такие же грубые волосы. Густые на теле. То не советую вам. А если у вас такие очень нежные. Очень такие в виде пушка волосы. То советую присмотритесь. Он довольно-таки может вам помочь. И еще такие покупки подарки. Самой себе любимой. Были у меня из духов. Я раньше пользовалась только Avon. Либо Ariflame. Либо еще какие-то дешевые марки. Никогда не пользовалась чем-то дорогим. И вот решила себя просто побаловать. Что первое мне приглянулось. Это Narciss Rodegis. Всем известный, знаменитый. Все о нем так говорят. В общем, я поддалась этой всеобщей рекламе. Это у меня именно туалетная вода. Такой вот туалетный вариант, можно сказать. Выглядит упаковка вот так. Вот она черная именно. И запах такой вот. Он женский. Действительно он тяжелый такой. Я не могу описать вам этот аромат. Лучше зайдите и потестируйте его. Он мне сначала очень понравился. Я хотела что-то тяжелое такое, пряное на зиму. И он мне сначала понравился. Но потом, честно, у меня начала болеть от него голова. Уже когда я его купила. И, соответственно, я уже вскрыла коробочку, саму упаковку. И я просто решила, что нет, это не мое. Я, наверное, его просто передарю кому-нибудь. Потому что я им совсем не пользовалась. Абсолютно. Во время того, когда я тестировала вот этот аромат, я еще тестировала вот такой вот. Тоже Narciss. Упаковка выглядит вот так вот. Это упаковка 30 мл. И это такой тоже приятный аромат. Именно чистого какого-то белья. Либо какого-то вот запаха какого-то кондиционера для белья. Такой вот нежный, очень обволакивающий аромат. Мне он понравился тогда больше, чем вот этот. Но так как этот немножко такой вот тяжелый и пряный, я решила взять его. Но так как у меня заболела от него голова, я решила вернуться и приобрести все-таки вот этот аромат. Я приобретала это в Ривгош. Когда я все там протестировала, все, что можно было. Во-первых, прежде чем остановиться на Narcisse Rodriguez. И после того, как я вот эти вот еще ароматы тестировала на себе какое-то время, уже дома. В общем, мне стало плохо от всех этих обильных запахов. После вот этих вот обильных запахов я не могла ни один запах переносить в течение месяца. Мне было очень плохо. Это не мое. Опять же, я сейчас вот даже понюхала. И опять у меня тошнота. Мне как-то плохо. Нет, это именно не мое. Что-то, наверное, добавляют в ароматы Narcisse Rodriguez, что от них немного как-то плохо. Еще я приобрела вот такой вот аромат от Chanel. И это обычная такая зеленая версия. Мне понравился очень аромат. Он такой вроде бы и легкий. В то же время что-то здесь либо яблочко какое-то, либо что-то вот такое зеленое из фруктов присутствует. Мне очень понравилось. Я буду им с удовольствием пользоваться весной. Но в целом аромат мне понравился. Я довольна им. Я знаю, многие девчонки хвалят. Допустим, Liza On Air тоже пользуется таким ароматом. В принципе, я довольна. Буду им пользоваться с удовольствием. И могу посоветовать. Потому что это очень легкий такой ненавязчивый аромат. Действительно нежности какой-то. Мне очень он понравился. Ну вот и все, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам понравилось все, что я приобретала. Надеюсь, мои отзывы о тех или иных покупках вас устраивают. И я чем-то вам помогла. Спасибо вам за внимание. Увидимся обязательно в следующих видео. Всех целую, обнимаю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok